Если верить вице-премьеру по социальным вопросам Татьяне Голиковой, то ситуация с семьей из Липецкой области – это норма. По мнению Голиковой, главное препятствие на пути повышения рождаемости в России – это необходимость выплачивать ипотеку. Из-за этого россияне откладывают рождение детей. Но только ли в ипотеке дело? О проблемах семьи и материнства говорили в пятницу в Госдуме. Кирилл Гуцков подробнее. Всероссийский женский союз «Надежда России» совместно с ЦК КПРФ провели в Госдуме круглый стол на тему «Матери выбирают социализм». Заседание было приурочено к 20-летию учреждения государственного праздника «День матери». Участники говорили о том, что защита материнства и детства – залог процветания страны. Но демографическая ситуация в России сегодня близка к катастрофе. После предательского развала социалистической системы Россия фактически превратилась в вымирающую страну. Стремительная убыль населения, начавшаяся в 90-х, лишь ненадолго приостановилась в нынешнем десятилетии, почти исключительно за счет миграции, в то время как коренное население продолжало вымирать. На круглом столе говорили о том, что причины сокращения численности населения закономерны для общества, где царит бедность и социальная неустроенность. Массовое обнищание, недоступность жилья, деградация медицины и образования, пенсионная реформа – такая социально-экономическая политика подрывает веру людей в будущее, лишает их стимула заводить семью и рожать детей. Первое, чего не хватает сегодня нашим молодым семьям – а, это жилье, и б, это стабильная работа, которая давала бы гарантированную заработную плату. Спросите у самой молодежи, они скажут вам, нам подачки не нужны, нам не нужны пособия. Дайте нам рабочее место по окончанию вуза с гарантированной заработной платой, чтобы я не трясся, уволят меня завтра или нет. И тогда уже, поверьте мне, у нас само собой изменится демографическая ситуация. У власти на этот счет иное мнение. Подтверждение тому – недавний скандал в Свердловской области, где молодая чиновница, теперь уже экс-глава департамента молодежной политики Ольга Глацких, в жесткой форме обрисовала свое видение решения проблем демографии и семьи. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно, а вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Участники заседания в Госдуме пришли к выводу, что основной враг материнства – это капитализм, который является идеальной средой для формирования кризиса Института семьи. А демографический подъем и заинтересованность в семье наилучшим образом может обеспечить только социалистическая система. Кирилл Гуцков, Красная линия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова